В Брежневское время, в годы застоя, было на верхних этажах власти очень много людей, не просто случайных, пришедших туда по блату, просто много дураков, как бы это сегодня не хотели слышать те, кто тогда работали. Сегодня уровень интеллектуальный, уровень образования, уровень ума людей, находящихся у власти, высокий? По-разному, по-разному, но если говорить об индивидуальной компетенции, я думаю, очень высокий. То есть, случайные люди не попадаются? Наверное, есть, но я их не знаю. Нет, наверное, есть, я с ними не общаюсь. Но вот начинаешь говорить в публичной зоне, этот министр кажется тупым бревном. Начинаешь с ним говорить, садишься за стаканом кофе, просто, не под запись, не интервью, понять политику. И начинаешь понимать, что этот человек очень глубокий, очень тонкий, но не умеющий вести себя публично. Что плохо для министра и для политика, но это факт. Поэтому говорят, не буду я тебя звать в эфир, говорю. Зачем я тебя буду звать в эфир? Давай с тобой встречаться, ты мне будешь рассказывать, чтобы я понимал. А потом какой-нибудь замминистра, который умеет говорить, дай мне, но я хоть буду в курсе. Вот история в этом. То есть, уровень высокий? Я считаю, что уровень очень высокий. И когда при мне начинают разговорить о компетентности того или иного министра, я всегда коллегу спрашиваю, а вы его только по телевизору знаете? Или все-таки с ним работали? Или работали с людьми, которые с ним работают? И мне кажется, что вот это поколение, да, оно поколение 20 века, в основном, я имею в виду, люди, сверстники путинские, мои сверстники, это люди с мышлением 20 века. Советские люди. По-разному. С 20 века, да, вот до интернетовской эпохи, до коммуникационного общества, до информационного общества. Но сейчас уже приходят 35-40-летние, и среди тех, кто постарше, назову опять же там Шувалова того же, да, это люди вполне продвинутые. И с ними интересно разговаривать, там можно соглашаться с их политикой, там я являюсь критиком этой политики, да, естественно. Вот, ну, как нормальный человек. Но при этом надо разговаривать, и я разговариваю, мне интересно. Продолжение следует.